Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник. Очень многозетная мама и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно вчерашний стрим Поберухи. Вчера у меня уже вышло два обзора на этот стрим, друзья мои, ну а сейчас продолжение. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Ну что, мои хорошие, как всегда, начинаем с того самого места, на котором мы с вами закончили небольшая предыстория для тех, кто не смотрел вчерашние мои обзоры, которые вышли прямо по горячим следам, как только Лёлька выложила свой, вышла только на стрим. Ну что, Лёлька вчера уселась на стрим и сказала следующее. Ну, во-первых, строка донатов, друзья мои. Там был сбор объявлен на бетономешалку и выставлена сумма 37 тысяч рублей. Ровно столько Поберухи не хватает для полного счастья. Но, вы знаете, даже если ей соберут на эту бетономешалку, то, опять же, у неё появится какая-то очередная хотелка. Ну, это как всегда. В общем, Лёля сказала вчера следующее. Проект Коровника будет фантастическим. Да-да. Будут расширяться они капитально. Ну, как вы уже поняли, за счёт, конечно же, хомяков. И вы знаете, Гриха-то Альфонс какой. И не надо мне писать, что нет, вы не правы. Гриша не такой. Гриша, да, только и глухой, как говорится. Гриша молодец, Гриша работает. Вы видели? Хочется мне спросить, где Гриша работает. Я лично, нет. То, что Лёлька там выкладывала какие-то там работки, да, в какой-то там, в чьей-то там, непонятно, квартирке. Кто его знает вообще, чья это квартира? И, опять же, разовая шабашка – это не работа на постоянной основе. А он, имея четверо детей, а детей у него четверо, и не важно, что двое детей, там, от предыдущей жены, да, от другого, там, брака и так далее. Имея столько детей, даже ещё не говоря про ответственность, которую он взял на себя, женившись на поберухе, у которой детей ещё больше, такой мужик должен вкалывать на нескольких работах, пропадая на работе с утра практически до глубокой ночи. Ну, так, опять же, на минуточку. Так вот, Гришка Альфонс, который решил иметь хомяков точно так же, как их имеет поберуха. И Лёлька говорит, проект коровника будет фантастическим, будем расширяться капитально, всё делать. Гриша так загорелся этой идеей. Гриха сидит, вместо того, чтобы работу работать, Гриха сидит. Строит планы, друзья мои, да, занимается самой настоящей обломовщиной. И, конечно же, надеется, что хомяки-пенсионерки, причём Гришу даже это не напрягает нисколько, будут донатить этим двум здоровым лбам, которые решили, что они будут просто размножаться, а вы все остальные давайте донатьте им деньги. Нет, это, конечно же, слава богу, не относится к нам, да, как они нас называют, к хейтерам. Естественно, нет, это всё относится к Лёлькиным ведроголовым хомякам-обожателям. Вы знаете, друзья мои, я вчера уже очень много возмущалась по этому поводу. Я даже ролик один свой назвала, мол, ты что, совсем ошалела. Вот здесь действительно ошалела, да. А второе название, второй мой ролик вчерашний по этому стриму назывался «Кошмар. Доигрались». Так вот я хочу объяснить, кто доигрался. Доигрались хомяки. Да, доигрались хомяки, потому что именно они своими донатами развратили эту наглую морду. Просто развратили её до нельзя. Да-да, на тебе, Олечка, на то, на тебе на другое, на тебе на это, на на то, на туда, на сюда. Настолько она зажралась, что она считает, что ей теперь исключительно все должны. А я вот, ребят, до сих пор меня бомбит, когда я возвращаюсь к этой теме, когда я слушаю, как она своей наглой мордой сидит, вещает на стриме, наглыми глазками бегает из стороны в сторону и рассказывает. То есть она пытается сказать, что это нормально. Имея мужа рядом с собой, да, про которого ты говоришь, он у меня столько работает, он у меня столько работает, ребят, я не знаю, сидеть и побираться в социальных сетях, сидеть и считать, что тебе, да, и причём так говорить, ладно бы сказала, ребят, помогите, да. Если не вы, то мы не справимся, мы не сможем, у нас нет на это денег. И мой муж не зарабатывает достаточно, да. Тогда это было бы хотя бы правдой, ребят. Ну вот согласитесь, трактовка уже абсолютно другая. Но когда ты сидишь и на голубом глазу вещаешь, мол, ой, домой-то такой, домой-то зарабатывает, домой-то такой молодец, домой-то на все руки мастер, но деньги мы будем брать у вас. Это уже другое. Согласитесь, это уже другой калинкор, друзья мои. Так вот, мне хочется у Поберухи спросить. Поберуха, а что, два твоих прекрасных мужика, коими ты так гордилась, коих ты так нам превозносила последние несколько недель, когда играла в гарем, гарем в туровке, да. Так вот, два твоих мужика, они не в состоянии никак сброситься. Ну, они ж работают, как ты говоришь, они ж так много работают, так много зарабатывают. Они не в состоянии тебе сраную бетономешалку купить за 37 тысяч рублей. И потом, почему за 37? Когда можно взять и бэушную бетономешалку, уж если на то пошло. Хотя я вчера рассказывала, да, Лёлька говорит, вот, машине не подъехать с этим бетоном, у нас вот такая проблема. Ну, Поберухи всегда, всегда какая-то проблема. Я вчера озвучила, что весь этот бетон, все это можно перетащить на тачках. Можно сделать специальные вот эти вот лунки, да, специальные вот эти штуки. Короче, не суть важна. Можно, можно, но Поберухи захотелось бетономешалку, друзья мои. Вынь да положь ей, понимаете? Короче, вот хочется спросить у нее. Два твоих вот этих вот товарища нет? Не в состоянии тебе эту бетономешалку купить? Не в состоянии, раз тебе она так нужна для счастья? Видимо, нет. А раз нет, друзья мои, значит, еще раз хочу сказать, что Шурик у нее полнейшее фуфло и альфонс, что Гриха полнейшее фуфло и альфонс. И не надо мне потом писать в комментариях, вы не правы, Саша хороший, Гриша тоже молодец. Но если для вас такие мужики, при которых бабы побираются в социальных сетях конкретно, это хорошие мужики, то для меня нет. Для меня муж – это человек, за которым как за каменной стеной. Который действительно. И потом, опять же, ребята, одно дело выставить карты, да, и даже ладно, выставила она там донат. Но когда ты сидишь, еще раз говорю, и рассказываешь всем, какой он у тебя на все руки мастер, и он там прямо за ним очередь стоит, как за специалистом, да фуфло это полнейшее. Но при всем при этом ты сидишь, тебе нет денег, да, у тебя нет денег, он тебе дать денег не может ни на что, но он такой молодец, он такие планы строит. Зашибись, я вообще в шоке. Ладно. Короче, побируха сидит и говорит, я надеюсь, что в селе, в нашем селе, в Туровке, говорит, найдутся люди, которые захотят из села работать у меня. Лёль, конечно, захотят. Естественно, захотят. Да, да. Прямо уже в очередь выстроились за все эти несколько лет, что они слышат о себе с твоего канала, где ты вещаешь о том, что там одни сплошные всякие лентяи, тунеядцы и алкаши. Она говорит, вы знаете, ну вот не хотят люди из села, ну, конечно, говорит, не все, но не хотят они работать, они хотят только зарабатывать деньги. Лёль, а что-то тут уже не сходится, да? Ты уже как только не обсирала своих односельчан, и после этого ты ещё надеешься, что кто-то к тебе придёт работать на работу, да? Но я хочу тебе напомнить, как ты рассказывала, что очень многие жители села твоего работают как раз-таки на производствах, работают на заводах, работают на фабриках, да, не в вашем селе, естественно, а в вашей Тамбовской области, что они мотаются на работу, в город и так далее. То есть люди работают, правильно? Они работают официально, у них там есть социальный пакет, есть всё на свете, всё официально, всё оформлено, как должно быть, всё по закону и так далее. Да, в случае чего, потом не придётся бегать, кому-то доказывать, что ты не верблюд и так далее. У поберухи, да, как у неё же никто там, толком официально-то никогда не был устроен и так далее. Так вот, друзья мои, поберуха рассказывала о том, что люди работают, ездят, мол, зачем ездить, когда можно работать у меня. Так кто у тебя захочет работать? Никто. Далее, Лёля напоминает, что никогда у неё не было стримов, где бы она клянчила деньги на еду своим детям. Ой, Лёль, хорош свистеть. Я уже на эту тему говорила пару недель тому назад, но ещё раз скажу, потому что и новички тоже приходят на мой канал, каждый день подписываются. Так вот, да, конкретно, чтобы ты сидела и говорила, дайте мне на гречку и на хлеб, такого, ну, вот, сколько я тебя смотрю, три года точно не было. Но вот, что касается манипуляции и шантажа своими детьми, ты не раз говорила, если вы мне сейчас не дадите на отопление денег, то мои дети все там замёрзнут, да, если вы мне не дадите на то-то, на то-то, да, если вы мне не дадите денег на юриста и на суды, то я просто помру. Если вы мне не дадите денег на то-то, на то-то, то я не смогу спокойно родить. Не дадите на платные роды, я помру прямо в больнице и так далее. Ты столько раз манипулировала своими детьми, что не надо, закрой, как говорится, варежку. На самом деле, ты постоянно клянчишь, постоянно. И многие твои хомяки, когда писали тебе, они писали, Олечка, а вот твоим деткам на конфетке, ну, так, на минуточку, ты же могла сказать, что не надо на конфетки, мои детки, да, я сама в состоянии им купить, да. Ну, и потом, друзья мои, давайте не будем забывать стримы, где Лёлька выходила и дни рождения своих детей как раз-таки выставляла, да, на подарок Насте, на подарок Дани, на подарок Жени, на подарок, в общем, всем подряд детям. Хотя вообще, да, на подарок должны сбрасываться непосредственно родители детям, но уж точно никак непосторонние люди. Ладно, друзья мои, далее, далее Лёлька говорит, я думаю, вы заметили, что я уже не собираю аж целых несколько месяцев на зарплату помощникам, а они у меня есть, да, 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 и дуэр есть, и помощницы по хозяйству, которые приходящие, пришли, убрали, приготовили, всё сделали и ушли. О, как, ребят, то сами-сами, то и помощники есть, да, всегда, всегда в случае чего признаются. Но, вы знаете, я хочу, что сказать по этому поводу. Ты знаешь, Лёль, во-первых, если ты не ставишь донат, вот строчку донатов, да, полосочку вот эту на помощника, это ещё не значит, что ты на них не собираешь. Ты можешь поставить на кого угодно. Ты ставила вон несколько месяцев подряд на возражения, на юристов, на суды и так далее. Эти же деньги, понятное дело, шли как раз-таки и на помощников, и на тебя, и на твоего муженька и так далее. Во-вторых, я хочу что сказать, да, по этому поводу. Конечно же, конечно же, когда ты вышла замуж и кричала о том, что вот такой муж, такой помощник, туда-сюда, это было бы как-то очень некрасиво, я бы сказала, не камельфу от слова совсем, если бы ты сидела и собирала бы на помощника, вот мне нужен помощник. Тогда бы тебе некоторые бы твои даже зрители, даже некоторые твои вот эти вот товарищи-обожатели могли бы сказать, Оля, а почему ты сидишь, собираешь на помощника, когда в твоем, в твоем доме, в твоей жизни появился мужчина, а почему он тебе не поможет, да, ну и что, что он там где-то работает, а как другие, которые живут, допустим, за городом, имеют тоже хозяйство, имеют дом, имеют детей, да, имеют работу постоянную, каждодневную, люди утром просыпаются, раньше, идут там, да, покормили, там попоили, всем там хозяйством, да, всем там раздали, как говорится, поехали до вечера на работу, вечером приезжают, на них точно так же, и хозяйство, и дети, и дом, и готовка, и уборка, и все на свете, так живет огромное количество людей, огромное, поэтому, конечно, Лельке было это не с руки, как бы она сказала, да, я вот вышла замуж, но мой муж ни хрена не хочет делать по хозяйству, хочет только собирать донаты, точно так же, как и я, это выглядело бы со стороны очень некрасиво, поэтому она и не могла собирать, ей бы быстро, могли бы сказать, слушай, а твой муж не хочет сам? Час утром, ты же говоришь, полчаса работы, ну, хотя бы час утром, час вечером, да, а что бы, собственно, ему не помочь, он же знал, куда он шел, на что он шел, да, что в этом семействе и так далее, в общем, ладно, друзья мои, далее она говорит, ой, я горжусь тем, что у меня есть и доер, и есть еще и помощница по хозяйству, правильно, тогда, Леля, у меня сразу вопрос возникает к твоим хомякам-обожателям, которые пишут, Олечка так устает, она так устает, она так упахивается, хомяки, от чего должна упахаться, поберуха, когда дома готовит, стирает, убирает, какая-нибудь приходящая женщина, по хозяйству занимается всем на свете работник по хозяйству, от чего устает поберуха, от бесконечных съемок, или от бесконечных поездок, когда она ездит и тратит деньги своих хомяков, ну, согласитесь, хороший вопрос, далее, друзья мои, Лелька говорит, говорит, но, говорит, поймите, что деньги с хозяйства, вот на все, да, то есть, вот эти зарплаты, помощнику, да, это все, мол, с денег с хозяйства, да, и я, могу это оплатить, но, с денег с хозяйства, с того, что она там реализует свою продукцию, она говорит, я не могу, не могу реализовывать свои проекты, то есть, денег с хозяйства на мои какие-то хотелки, проекты, да, там, на молочный цех, на стройку, пристройку, да, не хватает, поэтому, говорит, мы, говорит, проекты воплощаем в жизнь вместе с вами. Лель, ты забыла сказать, за ваш счет лопухи, я, как раз-таки, воплощаю в жизнь все свои проекты. Ребят, а вы знаете, мне кажется, что Лелька здесь забыла, что помимо того, что у нее есть денежки с хозяйства, у нее есть еще зарплата с ютуба, за рекламу она получает большое количество денег, у нее есть еще зарплата с телеграм-канала, там бесконечная реклама, у нее есть еще зарплата с дзена, и потом, подождите, что-то Лелька забыла про зарплату своего прекрасного работящего мужа, который столько работает, соответственно, если он столько впахивает, значит, он должен, соответственно, хорошо зарабатывать. Леля, а где зарплата твоего мужа? Слушай, а ты проверь на всякий случай, может быть, он тратит на женщин и на какие-нибудь поездки в сауны? Ну, так, это, это, конечно же, степ, друзья мои, понятное дело, что он нифига не зарабатывает, гол как сокол, но в любом случае, что-то она уже конкретно затрынделась по полной программе. В общем, дальше начинает рассказывать, что вот там жизнь в селе, какие преимущества и так далее. Ребята, мораль сей басни такова. Опять очередное, грандиозное, грандиозное строительство за счет дураков-хомяков. Да-да, уже и Гриха тоже раскатал свои губищи, и Лёлька раскатала. Устроились просто зашибенно офигенно. В общем, этот проект, как сказала Лёлька, многомесячный, будет очень долго, но она очень надеется на классный, шикарный коровник, на новый, со всеми там прибамбасами и так далее. Но опять же, я вчера говорила, и сегодня тоже повторюсь. Я не удивлюсь, друзья мои, что вся эта затея, весь этот мегапроект, будет, опять же, заброшен, не дойдя даже до половины пути, как это было уже и с молочным цехом, и со стройкой пристройки, и со всем на свете. Потом Лёлька съедет, опять же, может съехать на тему беременности, родов, скажет ребенок первонаперво, или тут не хватает, или вот надо туда, надо сюда, надо туда. Кстати, сказала, что касается ВУФАС, там порядка десяти заявлений на нее. Говорит, что, что, я плачу юристу, юрист занимается как раз-таки всей этой темой. Да, Лёль, ты платишь. Ребят, обратите внимание на выбранную трактовку по берухой. Я плачу юристу. А ничего, что до этого три месяца подряд собирали на возражения, на юриста, собирали со зрителей. Но платит она. Но у меня нет слов. Одни буквы. Ребят, вот такой обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем желаю отличного дня. Берегите себя, своих родных и близких. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова